Поэтому, думаю, они больше трех не пропускают, по-моему. Одну в среднем? Одну-две? А были какие-то у вас личные поздравления, с кем финалит сыграли чемпионаты? Да нет, без разницы. Шумаков уже сказал, как он будет, что для него это значит. Это без разницы, Шумаков или Тернов. Для всех финалов имеет особое значение, поэтому неважно. Как нужно вообще готовить себя в такие важные дни? Потому что там у Бомровского спросили, он говорит, надо жить обычной жизнью, когда они там за плыве боролись. А у вас что-то меняется? Да нет, в принципе, ничего не меняется, побольше просто отдыхать, пить воды, больше спать, получше покушать и готовиться. У вас как личные ощущения не начало потрехивать еще перед Терновым? Нет, все нормально. У нас на тачке, когда играть или пока не планируется? Ну, планируем, а сейчас выходить уже на Брасове. А вы следили за тем, кто уедет в Терновке и ставит вашу соперность? Да, вчера смотрел хоккей, всю игру смотрел, а так серию почти не смотрел, только хайлайт. А вчера Катрижев сказал, что он в вчерашней игре получил удовольствие, а вот в просмотре получил удовольствие, так вот хоккей. Наверное, поменьше, чем он. Спасибо. Денис, как вы лично готовились, настраивались на финал? Может быть, есть какие-то... Да нет, я уже сказал обычно, просто ничего не выдумывал, все так же, больше отдыхать и все. В начале сезона крупная форс-мажорная ситуация, вот она ощущается или все уже привыкли играть здесь больше? Конечно, привыкли уже. А Денис не играл в Умске? Да. Хорошая атмосфера на матчах, поэтому интересно играть, чувствуется в финал уже. Ну вот те проблемы, которые свалились на команду, они вот как-то закалили, ребята вас сплотили? Ну да, по ходу сезона, конечно, были трудные моменты, но сейчас уже это все в прошлом, уже сейчас все нормально. Ну что, скажите, вот 7 лет Куб не выходил в финал, вот почему удалось выйти в этот раз? Что случилось в этом году? Не прошло, скажите. Вы играли за Умск в 2012 году? Болел за них. Понятно. Денис, два матча с ЦСКА такие боевые получились, да? Первые здесь вывели 2-0, потом они сравняли, там много совокусовой борьбы. В дворце ЦСКА там было, Дарный воткнулся в Робинсонский память не изменяет того, что такой боевой матч. Говорят, что это прям для плей-офф. Вы согласны, нет? Ну да, у нас как бы хорошие матчи с ними получились, потому что две топ-команды и как-то настраивались очень серьезно и хорошие матчи были. А есть им еще втыкаться? Вот так сильно играли последние матчи? Есть, конечно. Воткнили в него, а? А зачем вы показывали свою кисть? Скажите, пожалуйста, крупным планом там вас снимали. Кисть? Ну конечно, перебинтованы. Все же видят. Я не знаю, но я просто мотаю, чтобы лучше держалось и все. Понятно. Обидно, если я буду на ЦСКА? Да, за нас. Вчера за ЦСКА? Нет, он вчера просто смотрел. Насколько Боб уникальный тренер, его одно из главных отличий от тренера в КХЛ? Что нюансы? Очень хороший тренер, на самом деле. Но это уже он показывает на фото сезона, чтобы команда вышла в финал. Много чему научился лично я у него и все команды. Много ребят, ну, молодых, добавило. Как бы... Ну, от капота. Сейчас челюсть все впал. Очень страшно. Говорят просто про тренера в КХЛ, что у них там куча мелочей. Нет нюансов уделять очень много внимания. Есть какие-то нюансы? Да, это то же самое. Какой-то может нюанс вас особенно удивило. При шапке не ходил в сквозняке, что-то он там как отец заботится здесь. В основном по хоккейу только... Ну, много нюансов. В севере скрывать не буду. Хорошо. В курсе, что для Харта и ЦСКА особо раздражительна. Потому что в Северной Америке только два советских клуба. Клубы знают, ЦСКА и Кривесовет до сих пор. Не странно. Ты-то был в Северной Америке? Динамо, например, не знает. Там Панулады все говорят. Есть что-нибудь? Спасибо, Варан. Какие у тебя вообще эмоции? Вот в начале Титона мы делали интервью, ты говорил, что вообще, возможно, собирался повесить коньки на стену, потому что не было предложений с клуба, а сегодня ты в финале играешь в СССР. Да, приятно, как бы, что родители гордятся мной, и сейчас все смотрят хоккей, все пишут, что самое лучшее пожелание, давай кубок уже говорят. Ну, шашлыки замариновали в Челябинске? Нет, еще не думал об этом, просто надо свой лучший пикет показать. Как вы не забили просто и ворота после матча, там просто и углы был, как он? Нет, Солосэф сделал. Еще бы коньком отбил, по-моему, да? Нет, не помню. Это в Америке тоже? Да, да, да. Все, спасибо.